С радиосистемой Highland Larkin 2 я должен был познакомиться еще в начале 2024 года, но по необъяснимым лично для меня причинам она до меня доехала только сейчас, в конце апреля и начале мая 2024 года. Еще в начале года, после просмотра первых обзоров, я был абсолютно уверен, что данная радиосистема будет хитом. Потому что вы только посмотрите на ее размер. Она реально размером с 5-рублевую монету и весит микрофончик всего 9 грамм. Это гораздо легче и компактнее всего того, чем я пользовался. И лишь два момента в этой радиосистеме меня больше всего волновало. Первое это качество звука и второе это работа с перекрытиями. Но сначала мы посмотрим на комплект. Мне досталась комбо комплектация данной радиосистемы. Поставляется это все в достаточно компактной красивой белой коробке. Комбо комплектация отличается от других комплектаций. То, что здесь есть три приемника для камеры, для айфона старого и андроида старого типа с лайтингом. Также у нас есть вот такие стикеры. Можно что-то свое приклеить. На данной микрофончике инструкция. Всю представленную комплектацию можно уместить вот в этот комплектный чехол. Есть два кармана. В один кладете зарядный кейс. Вот этот самый зарядный кейс. А в другой просто все аксессуары. Зарядный кейс, естественно, у нас заряжается от USB-C. В нем есть приемник для камеры. Вот он такой компактненький. На нем нет экрана. Только крутилочка, которая отвечает за управление громкостью и клавиши. И также два микрофончика. Вот эти маленькие, 9-граммовые, размером с таблеточку, с 5-рублевую монету. На них же, на каждом из них есть еще магниты. Обязательно в комплекте поставки у нас идут ветрозащиты, которые полностью покрывают данные микрофончики. И вот еще два приемника с Lightning и с USB-C. USB-C подойдет как для андроида, так и для свежего 15-го айфона. Кабель USB на USB-C для зарядки. Две прищепочки с магнитами. То есть вы можете поменять вот эти кругленькие магниты, которые идут в кейсе, на вот такие прищепочки. Только прищепочки эти коварные. Кабель TRS на TRS. TRRS здесь не нужен, потому что у нас есть специальные приемники для смартфонов. И два еще вот таких держателя, тоже магнитных, на шнурке. Только единственное, один шнурок хорошо закреплен. Это именно в моем комплекте. А другой шнурок у нас вылетел прямо на первой же съемке, то есть в первый же момент тестирования. На одном шнурке этот хвостик залит клеем, а на втором шнурке хвостик не был зафиксирован. То есть имейте в виду, аккуратнее с этими шнурками. И вот теперь сами микрофончики. Посмотрите, какие они маленькие, какие они компактные, какие они крошечные. Есть только одна кнопка, она отвечает за включение шумоподавления и за выключение самой радиосистемы. А вот и как раз те магниты. И у нас еще есть такая стрелочка, которая показывает нам направление расположения микрофона. Это очень важно, потому что когда с надетой меховушкой вы будете на себя устанавливать данный микрофончик, вам нужно будет видеть, куда направлен микрофон. Потому что, естественно, направить его нужно будет в сторону вашего рта. И вот этот треугольничек как раз показывает направление расположения капсуле микрофона. Очень удобно, очень классно. Но с меховушками нужно быть аккуратными, потому что вот эти таблеточки, они маленькие, они скользкие, они легкие. И легко и просто где-нибудь на ветру можно их уронить И вот как раз вот с этой прищепкой я один микрофончик уронил Потому что видите, как она крутится Держать это очень неудобно Если у вас большие толстые пальцы, вообще некомфортно И как раз мы снимали на ветру И у меня вот этот микрофон с прищепкой просто вылетел И мне также очень понравилось, как крепится микрофончик к шнурку С магнитом вот с этим наконец-то китайцы стали класть эти шнурки в комплект Я давно им об этом говорил Но самый лучший вариант крепления Как показывает мой опыт использования Это вот эти стандартные комплектные магнитики Мишаня, вот мы сегодня самые разные типы креплений попробовали вот с этой радиосистемой То есть это вот стандартная, обычный магнит Это вот эта прищепка магнитная и вот этот шнурок Вот тебе какое крепление больше всего понравилось? Вот самое адекватное крепление это именно стандартное Почему? Потому что его в принципе можно в любое место повесить Не надо подбирать там определенную точку крепления В отличие там от той же прищепки Я просто думал, она сейчас прямо в штатив Я въезжаю в кадр Ну вот ты просто заносишь магнит туда за футболку И сверху крепишь как бы эту радиосистему Максимально просто и для всех понятно Прищепка, опять же, куда? Ну надо определенно там курку как-то повесить А если на футболку, то она вот только с краю Она прям с краю и она прям оттягивает ее То есть она прям веса добавляет прилично Ну про шнурок Шнурок ребятам надо дорабатывать Шнурок там просто он не закреплен в этой резинке Вот в этом фиксаторе там никакого узелка нет Я просто чуть посильнее подтянул И вот этот край шнурка просто вылетел и все Это на съемочной площадке где-то Ты это сразу не вставишь, не закрепишь никак Вообще без иголки там никак Без иголки делать там нечего вообще Так что шнурок как бы идея прикольная То есть если ты кого-то снимаешь там с голым торсом И куда-то примагнитить Ну некуда, например, примагнить Да, фитнес-тренера ты снимаешь Неважно, там на пляже еще что-то Шнурок вообще штука классная Наконец-то его кладут в комплект, это офигенно Управление радиосистемой максимально простое Изменять что-то мы можем только на приемнике для камеры Сама крутилка имеет абсолютно бесконечный ход И у нас есть три режима усиления по большому счету Из кнопок есть кнопка включения И кнопка переключения режима моно-стерео Никакого режима safety track здесь нет Только моно и стерео Также есть порт Type-C для зарядки И порт 3,5 мм джек для подключения к вашей камере Само собой на приемнике для камеры Есть прищепка для установки в горячий В холодный башмак Только вот с шириной и толщиной этой прищепки Что-то производитель накосячил И в стандартный холодный башмак Эта прищепка конечно устанавливается Но совершенно там не фиксируется А вот в горячий башмак Эта прищепка не устанавливается Ну конечно ее можно туда силой затолкать Но потом вынуть ее бывает достаточно проблематично Я пробовал на A7S3 На A7S3 На A7S2 И вот например радиосистема Holy Land Lark Max Или вот комика VMSI Сначала вам покажу Вот у комики VMSI там примерно такой же приемник И он без проблем устанавливается туда То есть вот эта вот прищепка Там спокойно фиксируется в холодном башмаке В горячем башмак она тоже спокойно устанавливается И тоже спокойно фиксируется Проблем с этим никогда не возникало Но лучше всего фиксируется прищепка От приемника для радиосистемы Holy Land Lark Max Тут вообще без каких-либо проблем Хотя приемник достаточно большой и крупный Без проблем он фиксируется в холодных башмаках клеток И прочих аксессуаров Я не могу сказать что это достаточно существенный недостаток Все таки его можно исправить Просто обернув немножко прищепку изолентой Или еще каким-нибудь тейпом Но я просто прижимаю его вот этим витым кабелем TRS К клетке И все И он никуда не девается Но если его просто вот поставить в холодный башмак И оставить где-нибудь на ветру То ветер просто его сдует оттуда И этот приемник может упасть По размеру в принципе вы видите То есть с меховушкой Она достаточно большая эта радиосистема Но даже если мы посмотрим на самую маленькую Которую я видел Самые маленькие радиосистемы Это вот Lark M1, Lark C1 Она все равно будет плюс-минус такого же размера Как M2 с меховушкой То есть если сюда еще добавить меховушка Но опять же тут прищепка На Lark M1, Lark C1 И это куда-то вот сюда только сможет установиться без шнурка А M2 за счет магнитов можно поставить вообще куда угодно Можно в любую точку закрепить У нас тут еще катаются дети Поэтому мы сейчас попробуем шумоизоляцию Шумо как он называется-то? Noise Isolation Вот этот вот Все, я его включил Но вот тесты, которые я уже делал Они мне говорят о том, что вот эта функция работает похуже Вот сейчас как раз шум есть в кадре Это отлично Она работает хуже, чем на Lark Max То есть по шумодаву вот этому Noise Cancelling Короче, лучше всего работает Horeland Lark Max Это вот из того, что я тестил А потом уже все остальные радиусистемы идут Да, там питбайкеры, как обычно Классика, жанра И отключаю Весна И нащупайте эту кнопку достаточно сложно в кадре Наверное, выключил Не знаю точно Ну а так радиусистема Я ее уже сегодня уронил Короче, вот эту одну таблеточку Потому что она крутится еще вокруг магнита Она такая прям Достаточно скользкая Скользкая, маленькая И на ветру все Это 100% вы ее уроните И если будете ставить, например, прищепку Обязательно Сначала ставите прищепку И только потом уже саму вот эту радиусистему Потому что Вот это коварная штука А так Скользкие вот эти неодимовые магниты Они скользят очень друг об друга Несмотря на то, что они как бы хорошо держат Но скользят они прям По-жесткому Несколько очень важных моментов, которые вы должны понимать Данная радиусистема не имеет функции записи в себя К данной радиусистеме невозможно подключить проводной петличный микрофон И у данной радиусистемы нет режима safety track То есть, когда вы записываете только одного спикера И у вас один канал может быть громче, чем другой канал В каких-то ситуациях это может быть очень полезно У данной радиусистемы данного функционала нет И что еще очень важно В профессиональной работе Нельзя отдельно выставить уровень громкости для разных спикеров То есть, у вас, например, два спикера в кадре Один говорит громче, другой говорит тише И нельзя одному сделать, например, громче уровень звука А другому тише То есть, регулировка уровня звука идет Одновременно, одинаково для обоих микрофонов Это очень важно отметить Сейчас протестируем радиусистему Holy Land Lark M2 На работу с перекрытиями и еще на удаление На изоляцию от посторонних звуков Ладно, это уж как получится Там просто ребята в футбол или волейбол играют, пляжный Есть небольшой ветерок, без ветрозащиты Отворачиваемся и пойдем просто Как вообще на себе вот она ощущается? Слушай, вообще не чувствуется Легкая штука Не то, что годекс Вот годекс цепляешь, действительно такая вот квадратная фигня чувствуется Нет, годекс отвисает Я именно поэтому и начал на шнурке таскать годекс Потому что ее вот так вот на футболку цеплять вообще невозможно Она прямо еще вот так вот провисает все время Что Lark Max то же самое То есть ее невозможно цеплять просто на футболку Ну сколько здесь метров до камеры? Я даже, блин, не знаю 20? Я думаю, да, где-то метров 20 Где-то так Вот интересно просто У меня телефона с собой нет Я не знаю, насколько телефон влияет, конечно, на работу этих радиосистем У меня с собой С собой? Да Мне кажется, я просто в прошлый раз, когда делал тест, нормально Ничего так серьезно не оборвалось Ну не знаю, посмотрим Ветерок небольшой задувает Да, да, да Если будет слышно Что, задувает ветер? Да Да Вот он прям, когда так задувает, оно должно прям передаваться офигенно Он такой маленький А если меховик надеваешь, наверное, это вообще неудобно Он же такой Меховушку надевать неудобно Она знаешь как? Она как-то не как резинка Она как-то непонятно, как что сделано И я первый раз вообще никак не мог ее надеть Я пытаюсь туда вот эту таблетку запихнуть Она просто оттуда выпрыгивает У меня У Братахина видел, он тоже жаловался на это Ну что, Мишань, как тебе гусь? Обычный провинциальный город нашей Владимирской области Где-то что-то благоустраивается Где-то как остается, так и остается с советских времен Только стареет Особенно радуют эти контрасты Когда ты смотришь в одну сторону, здесь все так красиво Смотришь в другую сторону, там грусть, печаль, тоска находит Ну вот это самое чистое место в Гусе Да, да, так и есть Там пытаются еще что-то в центре благоустроить Ну, у нас как обычно в России везде пытаются Попытки остаются на документах, так скажем Реализовать мало чем можно Оно так везде Вот сколько я по России как бы ездил, оно везде так То, как вот центральные города, там типа Питер, Москва и то И то, это только там, где видно Где не видно, там никто ничего не делает Я, конечно, люблю снимать на мобилу Но картинка с айфоном мне не всегда нравится Особенно на сверхширик Но мы сейчас просто тестим радиосистему С вот этим приемничком Прям Хориланд Ларком 2 Вот как тебе этот приемник? Скажи кайф вообще Приемник вообще шикарный Просто ты его поставил, в нем нет аккума Сразу же, да, он показывает индикацию То есть одна система у тебя в работе, две системы В работе там два Один или два микрофона Да, имеется в виду микрофоны Там два маленьких индикатора Они все показывают Красота Ты его воткнул, он сразу готов в работу И что самое важное, вот за что я переживал Не нужно ничего коннектить заново То есть к приемнику камеры Или к приемнику к телефону Система сама автоматически коннектится к тому или к другому Короче, это просто идеальный вариант Если вы снимаете то на камеру, то на мобилу Если же мы сравним между собой микрофоны Хориланд Ларк Макс и Ларк М2 То разница в размере и весе просто небо и земля Ларк Макс просто так на футболку вы не наденете То есть она будет достаточно сильно Оттягивать ворот футболки А Ларк М2 без проблем А вот к примеру сравнение С самой компактной радиосистемой Которая у меня до этого была Это Хориланд Ларк С1 Она же Ларк М1 И Ларк М2 Я записываю ролики не только на YouTube На взрослую камеру Используя полноценную радиосистему Но также и в Telegram канал Чаще всего на iPhone И также с хорошим звуком Используя вот такую радиосистему Хориланд Ларк С1 На которой тоже есть обзор И до недавнего времени Мне приходилось постоянно брать с собой Две радиосистемы То есть взрослую для камеры И маленькую для айфончика Сейчас все это заменяет Ларк М2 Больше всего я переживал Что при использовании разных приемников То есть для камеры И для телефона Придется коннектить отдельно радиосистему Но кайфово То что здесь используется Вот эта технология Ну как она так называется Типа Plug and Play То есть подключил И все и готов записывать В этом мы недавно убедились на улице То есть ты достаешь Приемник для камеры Подключаешь микрофончики Они автоматически коннектятся Убираешь приемник для камеры Или выключаешь его То есть убираешь его в зарядный кейс Или выключаешь его Достаешь приемник для смартфона Подключаешь его в смарт И микрофоны автоматически коннектятся К тому приемнику Это нереально удобно, ребят Второй момент, за который я переживал Это звук И на удивление Звук мне понравился больше Даже чем в HoloLand Lark Max И чем в Comica VMC У меня также есть бусти Там уже огромное количество сравнений Из Comica VMC Вот этой Lark M2 И с HoloLand Lark Max Там есть отдельные тесты Короче, там огромное количество контента Так что можете проходить Подписываться на бусти Если хотите больше контента И даже в условиях обычной Неподготовленной для звукозаписи Комнаты Мы получаем вполне себе Вменяемый звук Хотя здесь достаточно Такой ощутимый Ревер присутствует Потому что здесь еще Ламинат на полу По итогу HoloLand Lark M2 Это просто обалденная радиосистема Это уже бестселлер Это уже легенда Потому что если вам не нужны Какие-то профессиональные фичи От радиосистемы Типа вот HoloLand Lark Max Или там DJI какой-нибудь Или Rode какой-нибудь радиосистемы Вы записываете какие-то Лайтовые блоги на YouTube Один или вдвоем с кем-то И вам важна компактность Вам важна мобильность Вам важен вес и размер И возможность как-то там Скрыть радиосистему То Lark M2 Это однозначно ваш вариант К сожалению Да, она не идеальна Она не так хорошо работает С перекрытиями Я вам это показал Что происходит И вы не можете себя подстраховать Записью в себя Это понятно Я думаю, что в будущем Что-то нам подобное покажут Однозначно Потому что прогресс не стоит на месте Но на данный момент За ту сумму Которую просят за эту радиосистему Это просто топчик Вот в любительском таком Полупрофессиональном сегменте Даже можно сказать Это просто топчик Друзья мои А на этом на сегодня у меня все Как всегда ссылка на данную радиосистему Будет в описании к ролику Всем спасибо за просмотр Не забывайте подписываться на канал Всем пока Увидимся